День города был насыщен и культурно-массовыми мероприятиями. По всему округу работало более 30 развлекательных площадок. Жители и гости Люберит смогли посетить различные мастер-классы и выставки, ярмарки и гастрономические фестивали. В праздничную атмосферу окунулись и мои коллеги. В День города Центральный парк Люберит стал огромной планетой детства. Здесь можно научиться рисовать, сделать своими руками разные поделки, ну или просто веселиться. Последнее у маленьких жителей и гостей округа получалось лучше всего. Праздничный настрой задавали аниматоры и веселая музыка. А для тех, кто любит отдыхать с кисточкой, бумагой и ножницами в руках, сотрудники Люберитских детских садов подготовили серию творческих мастер-классов. Мы изготавливаем театральные игрушки из подручных средств. То есть это картон, как вы видите, бумага самоклеящаяся и палочки. Минут, наверное, за пять-семь у ребёнка получается украсить любую театральную игрушку. Плюс мы приделываем вот такие палочки и в нашем театре они могут обыграть. На праздничной аллее можно окунуться в прошлое, пригласить даму в пышном платье на вальс. Или встретить первого русского императора. Хороший город, мне понравился. Весело, чисто, люди добрые. Гостеприимную атмосферу почувствовал не только Пётр Первый, но и предприниматели, которые приехали из различных уголков России. Вячеслав Кочетков из Ивановской области. Деревянные изделия, сделанные собственными руками, привозят в Люберце не в первый раз. Ваши женщины очень любят готовить, это я точно знаю, они выбирают вот эти замечательные лопаточки из яблони, из клёна. А гости из соседнего Раменского привезли в Люберце 30-килограммовую докторскую колбасу. Гигантское угощение разрезал глава округа Владимир Ужицкий. Ура, товарищи, ура, вот она! Через дорогу от локаций, где бурное веселье, место для любителей, тишины и спокойствия. По традиции, в День города сотрудники картинной галереи организовали выставку под открытым небом. На Люберецком вернисаже представили лучшие работы местных художников.